ну скажи скажи всем привет день 1 сегодня были уроки полноценные 6 уроков устал почему там мы просто сидели ничего не происходило просто сидели классах когда была физкультура мы тоже сидели а физкультура у вас где проходил в другом здании в помещении или на улице помещение ясно там приходили другие ученики но потом они уходили ясно вопрос сидели учителя просто говорили но расскажи как это было ты пришла в школу я пришла в школу заблудилась там не помогла учительница по английскому на первое вела меня в класс там мы все сели она начала рассказывать вот я ваша учительница английского вот такую книгу вам надо взять ты записала окей спрашивала меня вот чё как ты знаешь не знаешь а ты потом у нас была перемена я искала эту форматику тоже долго мне это учительница английского мне это познакомил меня с учительниц по-русскому а прикольно хорошо она по говорит ну конечно как без акцента она всю жизнь другой стране живет мне сказали что типа смотри эта школа и она разделяется на две части одна гимназия другая техничка школа а я ходила туда-сюда потому что по одной стороне был 9 8 7 я думаю другой стране будет 10 11 12 а там 13 а поняла потом это мы там с ребятами некоторые стояли возле 12 кабинета по информатике потому что нас разделили на две группы потом оказывается а нет у вас этот урок будет происходить на восемнадцатом кабинете нам пришлось еще подниматься на это погоди на информации хотя бы что-то происходило потому что нам дали тест по информатике вот он сказал если ты хочешь ты тоже можешь это и взять тест вот с был средний больше половины да это считается хорошо не знаю наверное просто нам оценки не ставлю он просто сказал решайте тест все что еще там было ну на физкультуру как я говорила это сидели я сначала не знаю я ходила туда-сюда такая где эта физкультура даже не написан кабинет потом я пошла с ланой и с этими еще девочками из класса одна девочка шла по навигатору прикольно вот такие зашли там жара зашли потом в актовый зал мы там все это ну знаешь типа скамейки многоуровневые не выдвигаются вот мы такие сели я думала сейчас нам скажут вот идите переодевайтесь а мы ждали ждали потом четыре парня нашли волейбойный мяч чуть всех не переубивали а потом мы все ушли и все да да потом была химия там учительница у нас прошла как назовут откуда мы и чем увлекаемся я рассказала рассказал что типа из россии есть кошка что я люблю джонни деппа вот а все такие ну нет вот так то так то есть белограда все она такая ну дальше но это все это значит что вам не нравится ничем заниматься ну да я была она ответила что ей нравится спать классно хорошее увлечение я люблю спать и спать любит меня то есть по сути был english информатика химия и физра да и все ясно а вы кушали я дело свое кто-то ходил в пекарню понятно с кем-то еще из девой познакомилась ну просто не знаю мне почему я завтра совсем еще познакомилась а сланой хотя бы разговаривал конечно разговаривал мы можем иногда и на уроке разговаривать но если учительница ничего не говорит вот так я где-то заблудилась ну короче все было нормально и было очень жарко ясно как девочки были одеты сегодня тоже в джинсы на джинсы очень длинные две девочки вроде оделись вот так то есть топлис топик шоу короче ей какой-то какая-то учительница не помню какая именно сказал что типа ну это первое вам замечание зовут такие вот топики она типа сказала ну вы встаньте посмотрю как он насколько он короткий да вот и она сделал вроде мы замечания до пяти замечаний можно интересно что будет после пяти замечаний вызовут родители ты будешь отрабатывать интересно что это значит мести двор наверное пока что у вас никто не курит там все курят не все курят моего класса я не знаю кто курит просто я выхожу такая на двор а то какие-то старшеклассники вовсю курят такая выхожу этого вместе с девочками из актового зала проходим этому это у ля у ларька возле этого из на двор короче там стоит стоит девочка с электронными сигаретами ясно учителя представлялись или как их звать поняла или так же как в школе вроде не называли понятно но в целом как нормально но было страшно нет просто странно что типа может быть этой неделе типа знаешь знакомства на следующую но у вас даже учебников нету а кто дал еще по-английски дала учебник по-английски по это классно руководительница по химии по химии нет по информатике тоже нет надеюсь они разродятся да ясно ладно иди переодевайся рассказывай короче сегодня был мой второй день в школе и у нас был этот пятый урок физкультуры там в расписание не было написано типа какой кабинет или где он находится я пыталась его где-то искать школе его нигде не было потом я нашла ламу и 2 это твоя одноклассница которая познакомилась вчера и двух других девочек с которыми я не успела познакомиться вот и у одной из них был не сначала я спросила ламу ты знаешь где физичку вот она сказала я не знаю я иду за ними но я иду за ними потому что у одной из девочек мы одноклассница был навикатор где находится этот актовый зал мы просто шли он был достаточно далеко от школы вот я не знаю как мы должны были найти этот актовый зал если нам никто ничего не рассказал за нами не пришли учителя вообще ничего после того как мы туда пришли по навигатору мы просто сидели на скамейках мы ничего не делали просто сидели всех телефонах а потом просто ушли зачем нужна была эта физкультура раз мы там даже ничего не делали и сколько приключений за один день ну нафига расскажи как то в пятницу у ксюши будет урок русского языка расскажи как ты встретила короче после английского языка я пошла искать информатику и по пути это и скитание по школе я на меня встретила учительница по-английскому и с учительница русского я с ней познакомилась она достаточно хорошо говорит по русскому акцент понятно что есть и она сказала что если что я могу подходить и спрашивать ее о чем-нибудь так то думаю она ты знаешь где она преподает ай захватит ну я кабинет еще не видела но в пятницу увидишь любопытно еще сколько там детей будет потому что у ксюши в гимназии там французский немецкий и русский до 3 языка да но только я не знаю как они учат вообще вообще в пятницу у нас сразу три одновременно этих урока идет кто-то на какой-то пойдет но так как ксюша не учила с первого класса не немецкий не французский она соответственно идет на русский язык потому что я вообще смысла не вижу ей ходить на немецкий когда она его не знает а там соответственно не с нуля изучают а уже с какого-то момента более продвинутого конечно потому что это в основной школе там ниже изучали сербский а я не знаю и вообще да поэтому ксюша будет английский альза ты заколебала английский сербский русский вот ну вроде там подняли руки вроде достаточно но я точно не считала ребята из вашего класса ходят на русский как интересно ну на этот урок то идет на урок русского языка потом расскажешь что там было да может быть они будут учить все с нуля я просто не знаю ну ну типа будут учить буковки будут учить слова вдруг меня будут спрашивать о чем-нибудь ну знаешь интересно мне вот еще интересно знаю умеет ли учительница русского языка выговаривать букву как ю я ксюша сказала что в почти все девочки в ее вылезет очень взрослые они почти все накрашены и я вообще не понимаю расскажи как накрашены ну например ладно вот у нее лицо ну полностью в тональнике у нее это тени не тени подводка подводка и румяна она живет в балансах так она еще и успевает накраситься значит она встает раньше 5 утра заплести пучок и это покрыть его лаком просто потрогаю его волос и волосы они ну не как обычные волосы а в лаке да понятно они очень жесткие да а у других они вроде как тоже в тональнике у них просто это тени есть вот но не знаю зачем красятся в принципе в школу ну как бы ты так встаешь очень рано так еще и накраситься я думаю что в твоем возрасте вообще не стоит краситься а тоналка это вообще очень вредно для кожи тем более у тебя хорошая кожа для чего титанок не растягивай кожу как бабушка юля надо смеяться так что еще ну мальчики они тоже выглядят очень по-взрослому у нас мальчика всего где-то шесть в классе двое из них выйдет как обычные подростки подростки а другие пятеро и не четверо будет как какие-то двадцатилетние мужчины у одного из них араба или и не знаю у кого он у него уже как будто щетина 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 растет и усы растут он выглядит слишком взрослым оставляли на третий год они все какие-то высокие у них лиц какие-то взрослые самая молодая самая юная может быть это такой ну познакомишься со всеми поближе да узнаешь кому сколько лет а как учителя все доброжелательны да все добрые когда ты вчера пришла тебе учительница говорила у нас девочка иностранка расскажи как это было короче я такая пришла в школу меня это классно руководитель такая провела класса и сказала знакомьтесь это новая ученица ксюша она из россии я такая ты засмущалась да не было не было неловко не знаю просто не все таки на меня посмотрели а я такая ты сказал им привет ну я она все еще там что-то говорила потом открыли класс я просто села такая вот и потом меня это учительница начала там расспрашивать что-то я такая сонная злая так что старайся улыбаться ксюш сонная и сонная все равно улыбайся улыбка располагает к себе людей понятно вроде все столовки они все покупают себе это булки все ходят в пекарню который находится хватит через дорогу они все туда ходят на перемену которая самая большая у нас 25 минут длится и все туда ходят в эту пекарню ясно они с собой ничего не берут а ксюша с собой берет всякую протеиновую полезную еду орешки потому что тесто булки это вредно берегите фигуру смола смолоду 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 знаешь как в капитанской дочке говорилось береги честь смолоду это произведение литературное береги честь смолоду и спортом занимайся да ну все потом расскажешь как у тебя прошел урок рус как язык и завтра мне интересно биология там чё там еще география что-то что там еще лик нет лик у нас вроде не завтра но посмотрю скажи всем пислав рок-н-ролл что будем готовить выходные ли не будем ладно всем пока ставьте лайки пишите комментарии пока